Здравствуйте, мои юные друзья! Сегодня мы решили послушать Рындыча. Как-то мы его слушали. Дважды. Дважды даже, да. Но я вот помню про этот монстрой, а второй не помню про что. Ну, там, мне интересно так было. Вот. Сегодня мы слушаем Альфа Карабас и Арсен Тире. Арсен Маркат Варян. Все материалы в ролике использованы с целью обзора и попадают под правил добросовестно использования. Все события в данном виде вымышлены. Любое сходство с реальным событием, случайно автор нанесет ответственности за причиненный вред своими историями. Все сказанное является исключительно личным мнением автора. Ну, друзья мои, тут длинный ролик. Надеюсь, я его досмотрю. Если уж будет совсем мне скучно и одиноко, так и быть я не буду досмотреть. А так постараюсь домучить его до конца. Погнали. Я единственный человек в России, который может раздать смысл. Я красив. Таких, как я, не будет даже близко. Я... Это Овин. Я только КГБ. Я интерес... А, не, не Овин. Так любят себя водолеи. Чемпионы в UFC. Ну, не все. Основатель самого крупного платного инфо-цыганского телеграм-канала в мире. Угу. В мире. Коуч в абсолютно всех аспектах жизни. Мастер спорта. Ах, как красивенько вокруг. Долларовый миллионер, а также человек, который знает подход к любой девушке. Молодь, мужик! Молодь! 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 Орут, что ты тут делаешь? Я хочу сделать из тебя лучшую версию меня. А почему ты сам не можешь стать лучшей версией себя? Да там... Забей, короче. Ты хочешь стать лучше или нет? Хочу. Тогда слушай. Ох, и сколько же мне пришло сообщений с просьбами осветить нового инфо-цыгана. Представляете, на что я пошел? У этого Карабаса-Барабаса в день по шесть пятичасовых подкастов выходит. И, кстати, на каждом он обещает стать... Сразу видно, мужчина не работает. Подготовка, мое почтение. Как минимум, хотя бы в это время ты не ешь. Две эксексель пиццы с сырным бортом, пять бургеров, четыре картошки фри, картошки поделивки, четыре литра колы, двадцать восемь роллов. Это было один-полтора-два приема пищи вот так. У Карабаса, короче, секта своя. Аж целых пятьдесят шесть тысяч участников. Каждый платит ему по полторы тысячи в месяц членский взнос. Ну, это, короче, удача. Ну, ничего себе. Там он проповедует свои учения и строит шизогосударство новомакарония. Учит абсолютно всему. От общения с девушками до эзотерических практик. Ну, типа, чем обдолбаться, чтобы познать жизнь. Трепованные, особенно гигадозами, смотрят на нетрепованных, как зрячие на слепых. Да. А уж об адептах я вообще молчу. И он бежал! Он бежал! Он плакал! В общем, присаживайтесь поудобнее. Сегодня я подготовил пак самых невероятных историй, которых вы больше нигде не услышите. Ну, разве что от Аруто. Но тут уже все. Спекся. Говорит, ладно, нищеброд, только, пожалуйста, хватит. Я больше не буду выебываться. Я не знаю, как говорить, помогите. Я ему, конечно, предложил помощь, но он что-то не хочет. Говорит, мне нужнее. Я не согласен, что я везде говорю, что я самый лучший, самому... Ну, точно лучший рынок, чем, блин. И вправду, нищая жизнь — это сплошные минусы. Приходится еле-еле сводить концы с концами. Спасибо. Ах, какое платье. Арсен Маркарян родился 21 марта 95-го года в городе Самара. По знаку зодиака рыбы. Я не рыба. Не рыба. Водолей. Последний день рыбы, первый день овна. О-о-о. Тогда пух. Странно. Что отличается апрельский и мартовский овен? Ну, удиви. Овенский очень открыто, короче, говорит, не согласен все козлы. Мартовский молчит. Вот вам и лайв-коуч. Вперед, весь мир твой. Не зря я ошиблась изначально. Хотя себя любят, да, овны тоже себя любят, правда? Все умные. Я единственный человек в России, который может раздать смысл. Вообще, Арсен уникален не только тем, что в 29 выглядит как человек, который садится на диван со словами «фуф, ёбаный в рот», но и своей биографией. Этакий армянский Джеми Нейтрон, который уже в детстве осознал философию Канта, научился вычислять дифференциальные уравнения, и все это, когда перегрызал пуповину матери. Когда ты себя почувствовал личностью, сколько тебе было лет? Два года. Я научился читать по словам в три с половиной года. А не поздно? Ну да, поздновато. Да. А что если? За эти 25 минут я научился читать по словам. И завтра съел всю библиотеку. Орут. Ну ладно, ладно. В 7 лет знал, что мне нужна одна из женщин-бразильянка. Чтобы научиться пить по бразильскому. А пока его сверстники играли в футбол во дворе, Арсен уже вовсю студировал философскую литературу. Я никогда не читал детскую литературу. Я читал философскую литературу. Я не читал ни одного труда, ни одного философа, чтобы никто не мог обвинить меня в том, что у меня нет своих мыслей. Так читал или не читал? Да. Читал, но не запоминал? Специально, чтобы никто не обвинил. Орут, ты станешь великим. Да, чё ты. Давай дальше. Застяся. Истории из детства там... Сняш. Викинг рос тихим застенчивым ребёнком, и ему не раз приходилось сталкиваться с агрессией от сверстников. В школе меня били, дома меня били, на улице меня били. Тогда же он полюбил мультики. Видимо, там его и били, и все знали. Вот только глядя на кадры из детского сада, я сомневаюсь, что он уж прям такой беспомощный был. Он под манкой половину группы ушатал. В его же историях всё ровным счётом наоборот. В школе вон вообще какие-то монстры-убийцы учились. Я разговаривал с одноклассницей, и человек со слепого угла разогнался метров пятьдесят, и как в Мортал Комбате прыгнул двумя ногами мне в спину. Вот это зверь. Летел ещё, наверное, метров двадцать пять. Очень интересная информация. И отлетел ты плюс-минус на километр. Ну, естественно, кубарем. Сломал два. Главное верить в то, что ты говоришь. Всё это над вулканом. Вот после этого, как речь Сталона из руки, этот мир не такой уж солнечный и приветливый. Ну да-да, каждый за себя. Да, я сто раз так делал. Я вижу в этом свою миссию. В общем, возникла проблема. Что делать с опиздюливаниями? Дома не пожалуешься, пизды дадут. И Арсен решает уйти в спорт. А конкретно в единоборство. Он там таких высот достиг, та ты шо. Я выступал по кику, по тайскому боксу, по ушу сэнда, по кудо. Значит, по гирин, по хэквонгу. По рукопашке, по универсальному бою. По греко-римской и по вольной борьбе. Ну, ММА, понятное дело. Грэплинг, там, К1. На кубке ничего на земле, я мастер спорта. Кстати, совсем скоро он возьмёт титул чемпиона UFC. Ты хочешь стать чемпионом UFC? Я бы на его месте присмотрелся ещё. Главное, хотеть. Уверен, этот проглот запросто бы забрал титул золотой. Друзья мои, врать тоже надо уметь. А давайте не будем делать поспешных выводов. Возможно, перед нами будущий Фёдор Емельяненко. Которого выловили из реки. Карьера в боевых единоборствах длилась в период с 12 по 16 лет. Так, Вигинг там всех так разносил, что у тренеров не оставалось выбора, кроме как изолировать зверя от сверстников. В 13 лет мне запретили тренироваться в своей группе по единоборствам и бросили спарринговаться с 20-25 летними. Какое мущество. Мы запретили спарринговаться с профессионалами и сказали, теперь ты будешь пиздиться с бульдозером. Нет, серьёзно, вы даже понятия не имеете, насколько он хорош. Представляете, однажды пришёл на соревнования по борьбе абсолютно без опыта. Карьера в жизни не боролся, всю ночь нарушал режим. Я не спал эту ночь, я бухал, кидал палки, меня бросила девушка под утро. То есть сделал буквально всё, чтобы получить пиздки. И что бы вы думали? Пришёл на соревнования и трёх тренированных людей, два из них синим поясом легитимным приёмом, закрыл, выиграл 30-25 лет. Это как это, рыбаки вот с такой рыбой, да? И всё это в 16. То есть бухой, ни разу не боровшийся в 16 лет после... Ну с 13 он начал бороться, заметьте. Думаешь просто? Думаю, ты гений. Но самое великое достижение у него связано с кикбоксингом. Но там тоже что-то непонятно вообще. И в 13 я занял первое место на чемпионате России, максимально официальном, официальный некуда, Ваковский. Чемпионат России прям официально-официальный, Ваковский, второе место занял. Он один раз выступал. Какое место занял, непонятно. Я пытался загуглить, за Яндексить, даже в Рамблер зашёл, но нигде. Вообще нигде нет результатов тех соревнований. Из пруфов только фото школьной доски почёта, которую воин носит с собой на подкасты. На ней он занял всё-таки второе место. Кстати, Арсен, тебе просили передать официальное послание. Прям официальное некуда. Ваковская. Мы официально заявляем, что в душе не еб... Кто такой Арсен Маркариан? Ваковская. За четыре года карьеры Викинг занял 41-х мест на различных соревнованиях, среди которых даже был Кубок мира по Ренталу, это смешанное единоборство, и Кубок мира по кикбоксингу. Но тут также нет абсолютно никаких подтверждений. Только записи боёв из школьных актовых залов. И вот казалось бы, да покажи ты хотя бы дипломы, уже что-то. Но их тоже нет. В общем, он как-то раз поругался с отцом и порвал их, короче, забей. Я всё взял в охапку, все свои дипломы, заперся в ванной, я рыдал полтора часа, рвал их на куски. Все падают. И я не хочу сказать, что он прям булка. Уверен, он может дать хорошего колхозана. Ну, я точно упаду. Но UFC, причём с его слов, чтобы забрать титул, потребуется не так много времени. Три года, а это запасом. С того утверждения прошло два года. И за этот период из боёв у него разве что удары по зеркалу с криками «Кем ты стал?». Хотя насчёт своей физической формы Арсен дал чёткий и понятный комментарий. Хотя, с другой стороны, я нечего осуждать других. Припухлость, то ладно. Ты скажи, пузо откуда? Это с 16 лет, когда я очень тяжело болел вирусными инфекциями. Это лимфатическая история. А-а-а. Я не толстый, у меня просто лимфа припухшая. И после этого он продолжал бороться за жизнь. Пицца с сырным бортом, 5 бургеров, 4 картошки фри, картошки по-деревенски, 4 литра колы, 28 роллов. Это было 1-1,5-2 приёма пищи, вот так. Неплохо, неплохо. Если в UFC что-то пойдёт не так, ты всегда сможешь соперника просто съесть и запить колой. Если посмотреть на статистику боёв... Ой, тут чё-то информация устаревшая. Вот так. В ММА у Арсена есть один бой, да и тот проиграл. Кого-то мне это направо. Напоминаю. Курьер приехал. А так-то год остался до чемпионства. Heavyweight Champion. Когда начнётся отчёт года? Слушай, я это говорил вообще до того, как война началась. Ну вот банально скажу, мне отказали визию Америку в очередной раз. Я ещё на тренировку прихожу, шорты новые. Смотрю, а там пятно. Ну, куда это? Так не пойдёт. А это будет? Сейчас, а мне другими чем заниматься в жизни. У меня в жизни вот только UFC и губная гармошка. Зацени. Я вот не знаю, может он думает, что если признается, что ляпнул лишнего про UFC, от него отвернётся паства. Типа вот они прям верят, да? Каждый день Fight Night включают. Ну, если кто-то подписался, значит это кому-нибудь надо. Не сегодня. Арсена в это время в басике отмокает и ждёт рульку. Кстати, с хейтерами спортивных достижений у него разговор короткий. С каждым, кто записал разоблачение, я готов выйти драться на следующих условиях. Вам нужно простоять 30 секунд. Если вы это сможете, я плачу вам 10 миллионов рублей и удаляюсь из интернета навсегда. Кто чемпион UFC? Я! Кажется, нашёлся смельчак. Кто? Боец. Зачем боец? Знаешь, сколько мне бойцов написало, типа, я тебе сейчас отхреначу за 10 миллионов, дай свой адрес. Блин, я же сам сказал, что готов выйти с каждым. Спокойно. На нашей стране пиздёшь. Скажи, что был всего лишь один человек, к которому ты обращался. Русским языком было сказано, то есть был человек, ему... Поэтому с этим очень большая проблема. И что они тупые, а не ты пиздбол. В основном люди находятся в очень помутнённом состоянии сознания. Очень. Круто. Ляпнул, что с каждым ты, а в помутнённом сознании мы. Да и вообще, вот в чём смысл? Ну, отпиздил ты вот меня, допустим. Думаешь, все скажут, кого? Рындыча? Ну, это под силу только чемпиону мира по муэй-тай. И вот тому типу из Дома-2. После завершения спортивной карьеры Арсен где только не пытался найти себя. Успел даже поработать торговым консультантом в Арифлейм. Ну, как весело. Затем устроился в Арифлейм, потом был долгий период в Спарте. Серебряный чемпион мира по тайскому боксу. Ха-ха. Все падают. Это, помните, ребята, тоже мужественность прокачивали, а заодно и гробили здоровье. Посетитель московского клуба Спарта умер прямо во время тренинга. В общем, Арсен сложил дважды два и решил учить доминировать как в Спарте и продавать как в Арифлейм. Но всё бы это не было. Главное уверенно рассказывать о том, как, о своих достижениях. Ещё и курсы Петрухи прошёл. Вот тогда-то карьера и полетела. Главный продукт Маркаряна – база. Так называется платный телеграм-канал, в котором Арсен транслирует свои мудрости. Если, конечно, слова Арсена можно назвать мудростью. Типа я сижу такой, 3 часа ночи и думаю, а я настоящий мужчина или нет? Из вариантов Аквамена и дядька Черномор. Главное вовремя об этом спросить. На каком году жизни? В маске тренировочной в Самаре минус 30. И я иду. А как вообще можно строить свою жизнь по советам человека, которому голоса в голове приказывают какую-то хуйню, и он идёт исполнять? Он завтра проснётся, ему голоса скажут, настоящий мужчина должен сожрать стекло. И я жру. И вы жрите. У Арсена вообще много вот подобных важных дел. Вот я один раз стоял, 15 минут в ТЦС, смотрел и считал, сколько раз ручку двери открывают люди. Боже мой, мужчине нечем заняться. Если вы в центре заходите в туалет пописать, а там стоит огромный бородач и такой... 14! Большинство учений Маркаряна сводится к поднятию тестостерона. Мол, все мужские проблемы связаны с его низким уровнем. И Арсен, конечно, поможет справиться. Только не бесплатно. У него есть курс тестостерон-релиз. Но так ли он компетентен? Всё-таки медицинского образования нет, и откуда он берёт информацию, тоже неизвестно. Судя по разборам в сети, его источники — это научпоп-видосы из ТикТока. Здесь, например, он утверждает, что геометрия тела в пространстве напрямую влияет на выработку тестостерона. Я много раз приводил результаты исследований, где выпрямленная спина, грудь колесом на 20% поднимает тестостерон, на 20% понижает кортизол. На самом деле, подобные исследования действительно проводились. В 2010 году американский психолог Дана Эркарни провела его на выборке из 42 человек. Результат точно как говорит Арсен. Тестостерон повысился на 20%. Главное, что Арсен читал это. В следующие 6 лет данные результаты не повторились ни в одном из исследований. Грудную клетку колесом, спину ровно, плечи широко. И так и идут. Будем повышать тестостерон. Ты прокачай свой тестостерон. Смотрите людям в глаза, вы чувствуете, что это борзовато. По мере поступления доказательств за последние два с лишним года мои взгляды изменились. Я не верю, что эффект позы силы реален. Для максимального повышения тестостерона. Я тебя сейчас вшатаю, придурок. Не надо. Но со временем вы к этому привыкаете. Это становится нормой. Но не расстраивайтесь. Доминантные позы не единственный способ, которым Арсен предлагает поднимать тестостерон. Есть еще воздержание. Он убежден, что после отказа от секса и мастурбации уровень тестостерона вырастет. И это факт. Но только на короткий период. Длительный же отказ, наоборот, снижает его выработку. А для поддержания полового гормона в норме, регулярная сексуальная жизнь необходима. Первый раз в жизни я просто 16 дней воздерживался. Так. Это, кстати, совпало полностью с тем, что я ушел из универа и открыл свой бизнес. И еще и начал... За 16 дней. Ага. Еще и в Барселону позвали, Оскар вручили и Нобелевскую премию по литературе получили. Какой мужчина? А еще вчера я спал под мостом. Говоря о воздержании, Арсен перечисляет только плюсы. Якобы вероятности навредить здоровью просто не существует. Если молодой 16-17-летний пацан начинает воздерживаться в течение месяца, то у него будут проблемы, скорее всего. Нет, нет. Но вообще проблемы возможны. Врачи об этом предупреждают. Например, длительное воздержание может привести к застойным явлениям и хроническим заболеваниям половых органов. А также... Понятно, друзья мои. Поэтому если у вас есть сперматоксикоз, это нормально. Медицина, это фашизм. Это фашизм. А ты прям разбираешься. Просто мы черепа меряем. А. В любом роддоме нужно горой стоять, чтобы ребенка ничем не укололи как минимум. Да пусть просто череп померяют и выписывают. То есть я прям встал. Говорю, давайте уколем. Давайте вот эту вакцинушку. Давайте вот этот витаминчик. Давайте вот это вот. Ох уж эти вакцины. Вот какая от них польза. Да нет ее. То ли дело старая добрая чума. Считай один большой плюс. Это да. У Арсена вообще есть какой-то болезненный страх всего, что связано с родами. То у женщин воруют плаценту, ибо это не просто биологический отход, а сука сундук Дэви Джонса, который можно потом перепродать на черном рынке. А потом ты узнаешь, что они плаценту продают за несколько тысяч долларов. И ты такой, а, окей, я понял, окей. Вот сейчас я понял. А, я кажется тоже сейчас понял. Кто пишет статьи на Woman.ru? Согласно правилам обращения с биоотходами, плаценту и пуповину должны оставлять на хранение и в дальнейшем утилизировать. Но кто этим будет заниматься, когда можно продать на черный рынок? Не делать УЗИ. Врачи ноют, ноют. Надо сделать УЗИ, уродов. Делают УЗИ, все в порядке. И че и нахер делали? Блин, братан, понимаю. Мне вот кореш тоже ныл, ныл, надо тапать хомяка. Потапал, все, украли телефон. И че, зачем тапал? Лучше бы потратил это время на собственный отдых. Хорошо, что благодаря купи билету есть такая... Я тоже тапала хомяка для своего сына. Не знаю, для чего и чем это дело кончилось. Я свяжу женщин. У нашего врага между ног дырка. Да! А у нас торчит между ног. Собственно, кого торчит, тот не враг. Кого дырка, тот враг. Нахуй этих монстров без пенисов. Еще и название себе придумали, типа безобидное. Женщины. Хуй, женщины. Бездушные. Неркантильные. Желтые. Да. У сцены даже есть обучающее видео. Так сказать, манифест на тему женщин и как с ними бороться. Другие бы инфо-цыгане назвали подобный видеоурок что-то типа сильный самец, успешный мужчина или как быть главным в отношениях. Не то. Стреляй! Вот стреляй! Что, не мужик что ли? У меня броня! Не мужик, броня, броня. Шлюха броня! Брат, не говори так, это кевлар. Там у него вообще какая-то трошанина. Бородач орет, угрожает молотом, а в какой-то момент просто начинает топором заху**ивать кресло, которое, видимо, похоже на его бывшую. Во вселенной Рсена женщина это кибермутанты, которые стреляют из глаз, разрушают города и как гидро способны отращивать две головы. Ну нежить. Они ёбаные роботы, они не чувствуют боли. Сказал бы он такое в глаза девушкам, чьи заказы сгорели на Вайлдберрис. У женщин есть гормон эстрадиол. Так. Который является кардиопротектором. Защищает сердце. И что это значит? Женщины не умеют переживать, у них нет глубины. Ах. Что? Женщин день и ночь только и делают, что переживают. Но как, исходя из этого, можно сделать вывод, что они не переживают? Я хз. Девушки, напишите в комментариях, правда, что вы не умеете переживать, а только притворяйтесь, чтобы добраться до наших кошелёчков. День и ночь. Сейчас прямо они так и признаются, да? А то вечность молчали ебать, а сейчас такие, ну раз блогер спрашивает. А вообще он рассказывает, что изменил своё отношение к девушкам после тяжёлого расставания. Ушла от меня к хуту, которому папа подарил Мерседес. Арсен, в следующий раз, когда тебя бросят, просто сниматься коржа. Не обязательно сразу создавать ебать ты культ себя и учить жизни других мужиков, у которых есть полторашка в месяц. Это первая баба, которую я ударил по лицу. Знаешь, что я тебе сказала? Чё? Я говорю, ну давай поеб***ься. Она такая, нет, но если когда-нибудь я надумал выйти замуж, я сделаю это с тобой. На, сука! Они все вот здесь у меня, я их вот так вот. А если спросят за это? Это было артистическое преувеличение. Да, конечно, я её там не бил. И как нам было догадаться? Он такой, я ё***у бабу. И все вокруг, ой, ну артист. И вот тут очень важный момент. По-любому же есть внушительный процент людей, кто в это поверит и возьмёт на вооружение. Такие будут всегда. А уж у человека, который проповедует собственные учения, тем более. Нормального человека должно быть минимум три жены. Всё, пожалуйста. Ну, хотел бы гарем, естественно. Я об этом задумался только тогда, когда появились две девушки, которых я хотел бы иметь, да, в качестве наложницы. Девушки наверняка мечтают о таком принце. Представляете, у вас есть уникальная возможность попасть к нему на балкон. Только учтите. Главное, чтоб девственница. Он, по-вашему, что, для шлюк остекление делал? Только девственницы вот под раздачу попадают. Ну, как сам понимаешь. Они попадают под раздачу. Первые девственницы. Охуеть, дефлоратор 3000. Ой, девки, держите юбки. Этот ебака в пятёрочке ни одной плевы не пропустят. У него ещё вот эти палочки ебучие. Целка радар. Хуже, чем одна жена, может быть, только две жены. Две жены, это очень плохо. Надо сразу три. Я понимаю. Пацаны, а может, сразу четыре? У нас же с вами пить, да? Очередь. А когда три, они по очереди вдвоём дружат против третьей. Мне нужно пять. Правильно, дышите. А, мы можем вообще что угодно говорить. Давайте 52. Да, здравствует Санкт-Петербург. Нормальный, здоровый человек имеет пять жен. Она... Нормальный из наших. Да, да. Из кого из ваших, Ларин? Тебе тоже пять жен надо? Хотя... Плюс пять подписчиков на канал. Ниху... Вы такой буст. Мужчина главный, он решает. Ну, вот как хотелось бы. Как хотелось бы. Мужчина главный, он решает. Ну, а как хотелось бы. Да, блядь. Мужик всему голова. Без мужика баба и шагу шагнуть не сможет. Не был или был. Мне главное, мне покайфить, когда мужчине покайфить. Я скажу посолку. Что-то с глазом. Почему это важно для мужчины? А, это ты подмигиваешь. Сучка, будем ебать тебя. Возможно. Арсен Маркалян очень впечатлительный молодой человек. И последнее, чем он хочет заниматься в жизни, это перепроверять информацию. Собрал все байки о России, которые только возможно найти в интернете, и пошел по подкастам глаза открывать. Вот я не представляю, что такое, когда тебе шмонают телефон менты при въезде в страну. Вот я сейчас там приеду в Россию, мне скажешь, пока ты телефон это пи***ц. А где это такое? Я тоже не представляю. Потому что я неоднократно и въезжал, и в фото именно. И на мой телефон всем было пух. Даже обидно. Все еще раз сам подойду к погранцам и покажу фотки счетчиков. Остались самые невидящие, самые ретроградные, самые такие. И что там делать, это выжженная земля. А, тут жизни нет. Я вот сейчас ролик досниму, пойду палкой в гуся тыкать. Где-то пару дней займу, а там авось и холера подоспеет. Тоже досуг какой-никакой. Свой инфо-цыганский телеграм-канал он построил на противопоставлении России. Мол, это наше единственное спасение. Я считаю, что Россия п*** на земле. Свой проект я воспринимаю как русский ковчег. Итак, что же там за ковчег? Это телеграм-канал с платным доступом. Называется База Арсена Маркаляна. Стоит полторы тысячи рублей ежемесячно и насчитывает 56 тысяч участников. Путем нехитрых вычислений получаем месячный доход главнокомандующего 84 миллиона рублей. Чел, я монетизирую воздух. Буква. А женщина уходит к другому. За деньгами. Макарян главнокомандующий, а все остальные офицеры базы. Цель построить собственное государство новой Макарония. Как строить? Да черт его знает. Пока что начали с комментариев. Есть даже правило. Главком запрещает называть себя по имени. За критику, понебратство, отсутствие аватарки или имени виновный отправляется в банболе. Необходимо соблюдать субординацию, запрещен кокрайдинг. Не знаю что это, но судя по названию запрещено кататься на члене. И еще куча пунктов, чего нельзя делать. То есть если захотите указать на неправоту главнокомандующего, получится что-то вроде... Если ты критикуешь, ты предлагать хотя бы должен. Что я предложу? У тебя кикнут нахуй. В телеграм-канале Арсен делится записями лайф-эфиров на все темы в мире. От общения с девушками до эзотерических практик. И конечно публикует невероятные откровения, о которых невозможно молчать. Если ты не родился богатым и красивым, тебе поможет только одно. Адский труд. Ни слова больше. Просто где оплачивать? Лохомодство это очень тяжелый и издурительный бизнес, между прочим. Схема привлечения подписчиков начисто скопирована с американского аналога лайф-коуча Эндрю Тейта. Хотя как, тут уже походу сам Эндрю Тейт... Тут, блин, имеешь 200... Под 300 тысяч подписчиков и то не дождешься никакого доната. Да, сынок? А тут, видишь, зашел к нему, плати. Боже, какой мужчина. База реферальными ссылками. И те полетели резать его бесконечные подкасты на ТикТоке под эпическую музыку. От перехода в паре в ссылки они зарабатывают 50% с первой оплаты нового подписчика и 10% с последующих. Но вступление в базу это отнюдь не хэппи-энд. Чтобы стать по-настоящему сильным и крутым, необходимо у него постоянно что-то докупать. Например, вот Бады. Особенно Бады. Держи. Ежовик грибенчатый. Это гриб такой. Думать помогает. Будешь, как я, гений. Но по факту это шляпа. Так специалисты говорят. Ну, не дословно. Они рассказывают, что тестирование проводили только на грызунах, а на людях было всего одно исследование. И когнитивные способности улучшились и у тех, кто принимал ежовик, и у тех, кто нет. Короче, ебала недоказанная. Да-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Тут навар, конечно, бешеный. У Арсена баночка стоит 4 500 за 60 грамм. У конкурентов такая же, только еще и сертифицированная. Но в 2, 3, 4 раза дешевле. Но пацанов из базы это не смущает, потому что у Арсена качественнее. Я выпустил вчера шестую партию добавок по 5 тысяч. А что у нас с носом? Они опять все купили. И роды. Вот праздник. И главное доказательство, что у Арсена качественнее. Арсен сказал, что у него качественнее. Я вам говорю, он завтра шило за 8 тысяч на озон выложит и скажет, что проткнуть им руку, невероятно бодрит и заряжает на великие дела. И ведь раскупят. Ироды. Но если бы только бады по оверпрайсу. Викинг также пропагандирует запрещенные препараты, а именно псилоцибиновый гриб. Трепованные, особенно гигадозами, смотрят на нетрепованных, как зрячие на слепых. Псилоцибиновые грибы, широко известные как волшебные грибы, среди применений используются в качестве реакционных наркотиков. С ними Арсен якобы прозрел, избавился от травм детства и понял смысл бытия. Посмотрел на себя по-человечески. На самом же деле грибам глубоко плевать, что там у тебя было в детстве, на какие вопросы ты ищешь ответы. И уж тем более они нахуй вертели смысл. Да, друзья мои, так много нового. Сделал вывод, что надо больше врать в этой жизни. А вот как будет. Ты съешь, с тобой ничего не изменится. Ты вернешься как было. И вот просто потом мы поговорим. При их употреблении развиваются психонервозы, провоцируется шизофрения, происходит обострение психопатических черт личности, генетические нарушения и так далее. А при злоупотреблении возможен даже летальный исход. Да он шизеет, буквально как Боня. Вот я каждое утро просыпаюсь, смотрю на свои руки и думаю, что это за хуйня вообще? Что, как, как может существовать материальный мир? Ну это же невозможно. Это бред собачий. Эти руки, это ваши слуги. То есть вы можете попить, у меня просто нет стакана, взять книжку, почитать. Это и есть понимание, что ты есть. Только одного наличие рук выкидывает из материального мира, а вторую, наоборот, возвращает. Хотел бы я посмотреть, что будет, если трепанет Ник Вуйчич. Да, друзья мои. За время своей осознанности... Ну что, что, когда это все закончится? Сколько можно это слушать? Удивительную вещь про первый позвонок. Правка Атланта. Я присутствовал на родах, и я видел, как акушеры неаккуратно принимают роды и сворачивают этот первый позвонок. Это да. Один раз побывал на родах, а ощущение, как будто 6 лет в медицинском отучился. Он, да, плаценту в сумке домой понесла. Это вообще неправильно роды принимает. А сам пельмени не может закинуть, чтобы ожог не получить. Короче, Атлант это первый шейный позвонок в позвоночнике человека. И Арсен утверждает, что его смещение это первопричина всех болей в мышцах, суставах. Ну, возможно, так и есть. Если вы хотите вправить его на место, все сразу пройдет. Однако современная медицина говорит об обратном. Первопричина дискомфорта – это сколиоз и другие болезни спины и позвоночника. И в первую очередь лечить нужно эти заболевания. То есть причину, а не следствие. Как не вспомнить? Городатая мудреца. Так его заинтересовала эта тема, что он даже пригласил к себе на подкаст специалиста поправки Атланта, которая по странному стечению обстоятельств еще недавно была актрисой. Меня зовут Маргарита Резник. Я начинающая актриса. 98,5% людей получают травму в рудах. Сегодня актриса, завтра врач, послезавтра лепешки из тандыра. Офицеры базы достойны лучшего. В телеграм-канале он опубликовал список клиник поправки Атланта. Итак, друзья, в связи с тем, что мы тут неожиданно слушали-слушали Рындыча и выяснили, что... И не заметили, как у нас села батарейка на нашей камере. И даже не знаем, на каком моменте. Но все дело близилось к концу. Поэтому вот где закончилось, так закончилось. Что я хочу сказать про этого Арсена Варкаряна? Иногда, конечно, мы можем всех осуждать и говорить, какие они плохие и так далее и тому подобное. Ну вот, короче, может человек вести за собой. Вот если это по жизни кому-нибудь дано, словом вести за собой, так пускай. Главное, чтобы никому не навредило это то, зачем он кого-то куда-то ведет. Вот. У человека есть возможность объяснить толпе то, что он считает нужным. Если уж говорить про нашу жизнь, то каждый из нас ведомый. Да, и каждому из нас можно... Кто-то где-то что-то сказал и кто-то поверит, правда это или нет. А ему дано вот это вот за собой вести толпу. Поэтому фиг с ним. Ну, поврать, видите, вот иногда полезно поврать, оказывается... Ну, то есть вот я, например, особо не умею врать. Ну, иногда приходится выкручиваться. Да, сынок, ты тоже умеешь врать или не умеешь врать? Ну, я умею манипулировать. Да? Ну, мы все умеем, кстати, манипулировать. Что тут говорить? Вот. Ну, вот так вот в открытую. Сегодня одно, завтра другое. Это надо поискать. Но если это кому-нибудь надо, если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. Если, вот допустим, Рындыч, он видит, да, как он сегодня одно сказал, завтра другое, а те, которые идут за Маркаряном, а может, за ним вообще никто не идет, может, он вообще врет. Ему просто надо книжки писать, друзья мои. Вот как мне. Вот я умею книжки писать, научилась немножко. Так и он, пускай пишет книжки, и, глядишь, у него все получится. А Рындыч, ему просто завидно, что у него, наверное, нет столько подписчиков. Я не знаю, сколько у Рындыча. Скажи про бороду. А борода, я не люблю бородатых мужчин. Борода была ухоженная. 25 раз его показали то худым, то толстым, то таким, то таким. И каждый раз он был разный. Такое ощущение, что это был не он. Возможно, это были отрывки. Я с этим бородачом вообще не знаком. Вот, поэтому, вот, я не люблю бородатых мужчин, поэтому аккуратно у него, неаккуратно. Просто не люблю. Вот и все дела. Ну, и слава богу, что камера закончилась раньше, то вам пришлось дослушивать до конца. А так, хоть несколько минут, но сэкономило. Всем пока.